Доброго времени суток дорогие друзья подписчики случайный зритель с вами Роман Парфенюк все о монетах друзья в этом обзоре я хочу сегодня рассказать вам о самых популярных духах времен СССР друзья я уверен что у многих из вас остались от ваших бабушек мам парфюмерные флакончики лично я помню некоторые флакончики в детстве особенно запомнился флакончик от духов северной сиянии который хранился в ящике письменного стола друзья не торопитесь а выкидывать расставаться с этими флакончиками ведь потому что на сегодняшний день коллекционеры ретро парфюмерия готовы заплатить неплохие деньги даже за пустую тару друзья теперь давайте более подробно разберем парфюмерию времен СССР у каждого бывают такие моменты когда хочется ненадолго вернуться в прошлое вспомнить былые времена и возможно немного погрустить кто-то любит делать это под новый год параллельно подводя итоги давая оценки собственным поступкам и действиям а кто-то для этих целей привык устраивать своеобразные сеансы ароматерапии ведь как известно запахи сильнее всего врезается в память вызывать яркие ассоциации какой парфюм был у наших матерей бабушек какие склянки располагались на их туалетных столиках несмотря на все нюансы и детали советские парфюмеры подарили миру целую вереницу удивительных ароматов что же отличало их от европейских и азиатских аналогов первое это жгучие амбровые ноты пожалуй главная черта отечественной парфюмерии тех лет приторно-цветочный шлейф и если вам когда-нибудь доводилось ходить в театр и сидеть рядом с заядлой бабушкой театралкой то легко сможете представить этот запах тяжелый и насыщенный он порой плохо переносим в закрытых помещениях отдельного упоминания заслуживать флаконы духов ссср создаваемый век активного порицания классических правил и канонов они отличались искусными формами и линиями имели колоритный где-то даже эпатажный дизайн друзья открывает нашу линейку пожалуй это первое название которое придет вам голову при упоминании советской парфюмерии все правильно это красная москва аромат был создан известным французским творцом генрихом брокером еще до революции и предназначался он для монаршей особы марии федоров по легенде гостивший в россии француз в качестве подарка преподнес императрице букет изысканных восковых цветов их запах настолько удивил и поразил государыню что она решила лично нанести визит парфюм заводу в париже дабы выразить признательность брокер нарек свое творение любимым букетиком императрицы восхищение диколоном оказалось так велико что мария федоровна захотела основать фабричный филиал в столице к слову это и вправду произошло однако уже позднее духи красная москва в ссср появились в 1921 году их выпускала новая заря возглавляемая августом мишелем именно в его голове поселилась идея возродить аромат некогда влюбивший в себя императрицу ольфакторная пирамида как и в оригинале была представлена благородными розами сладострастными жасмином и сладкими пряностями ключевой же фишкой стала необычная для тех лет сочетание ароматной ванили и приторно-сахарного ириса в шлейфе стоит отдельно отметить что композиция выпускается и сегодня среди ее звездных поклонниц экстравагантно и порт и эпатажная рената литвинова об остальных духах новой заре ссср я расскажу немного позднее следующие духи рассмотрим это красный маг одну из главных парфюмерных традиций тех лет было выпускать новую композицию к очередному празднованию революции туалетная вода красный маг поступила на прилавки бутиков в 1927 году тогда народ праздновал 10 лет великого октября и затаив дыхание смотрел одноименную балетную постановку глиер создателем аромата выступил главный парфюмер новой зари давид грабер разрабатывая ольфакторную пирамиду он черпал вдохновение с персонажа тао хел решительно и бесповоротно влюбившимся в капитана су дорогие друзья нужно отдать должное еще одной визитной карточки отечественной фабрик ссср это духи тет-а-тет вышли они в свет в 1978 году стали плодом совместных усилий союз парфюм промо и парижской компании марбел конечно же столь экзотичная коллаборация не имела ни единого шанса не привлечь внимание тогдашних модель в семидесятый купить этот это была настоящая роскошь ими пользовались исключительно по торжественным случаям и никогда не использовали в повседневной жизни достать заветный флакончик мог далеко не каждый туалетная вода производилась с ограниченным тиражом раскопалась в первые часы после поступления в магазин ее ароматическая палитра разыгрывалась звонкими и тонизирующими сочетаниями островных мандаринов и зеленых растений затем становясь глубже и многограннее она приобретала более колоритные оттенки выразительного ветивера древесного мха и изысканного мускуса духи златоскифов это духи с запоминающим и привлекательным названием появились в особенно тяжелые для страны годы почти сразу после войны и знаете что самое удивительное им удалось произвести настоящий фурор видимо люди были настолько измотаны и утомлены безрадостной жизнью что с нетерпением ждали хотя бы малейшего повода который позволил испытать позитивные эмоции одеколон производился исключительно из натуральных компонентов в 1958 году получил престижную награду на брюссельской парфюмерной выставке духи ландыш серебристый это культовое творение главного конкурента новой зале северного сияния ставшая поистине всенародным хитом она влюбила себя тысячи советских женщин и это совсем не удивительно ведь цветочный запах был настолько тонок и элегантен что просто не мог не понравится или оставить равнодушным производить ландыш начали еще в сороковые годы их разливали по высоким флаконом дополненным рельефным узором в виде цветка довершала общую картину красивая припыленная крышечка форме банта зеленого цвета у духов белая сирень благородный и утонченный аромат вызывающий самые приятные теплые ассоциации раскрывающийся нежными и главными аккордами пышных сиреневых лепестков он мгновенно переносил свою обладательницу в счастливый весенний день где царили безмятежные спокойствия и умиротворение духи визави это еще одно произведение от северного сияния увидевшая свет в середине 80-х годов она памятна для многих советских женщин поскольку идеально отражала дух того времени звучало довольно самобытно и оригинально благоухающий эликсир выпускался в двух формах первая классическая представляющая собой стандартный квадратный флакон без каких-либо декоративных элементов вторая более изысканная высокой емкости заключенных в припыленную бархатную коробочку базовый вариант как правило покупали для себя а украшенный на подарок латвийский парфюмерный производитель дзинтерс всегда пользовался сумасшедшей популярностью в ссср считавшаяся более изысканной и элегантной она заметно превосходила отечественное творение в цене к тому же достать ее было на порядок сложнее однако не так сложно как французскую речь идет о духах тайна рижан аромат этих духов являлся для советских модниц неким воплощением шика и роскоши позволял прикоснуться к чему-то прекрасному производившийся исключительно из натуральных компонентов он формировал насыщенное и многогранное послевкусие сохранялся на коже до 10 часов духи быть может вы спросите откуда столь оригинальное название все предельно просто в год выхода парфюма в москве буквально сходили с ума от жаза в это же время в столицу с гастролями приехал лучший европейский трубач эдди рознер его музыкальной командой была озвучена культовая комедия карнавальная ночь одна из песен фильма называлась может быть исполнялась начинающей солистской группы лазаренко в честь этого знаменательного события и названы духи духи признания это композиция новой зари посвященная театру и театральным актерам цитрусовая свежесть здесь органично оттеняется терпкостью зелень в сердце звучат нежнейшие сжасминовые и пионовые лепестки очередной шедевр парфюма ссср это духи милая удивительно трогательная и лаконичная цветочная симфония для юных девушек ароматные фрези здесь очень тонко оттенялись аккордами ладана формируя поистине магическое послепуси духи ссср под названием пиковая дама это культовое парфюмерное произведение созданное во время 150-летнего юбилея александра сергеевича пушкина названная в честь одной из величайших повестей автора оно раскрывалось весьма эксцентричным букетом в котором сочные переливы дубового мха перемешались с терпким пачули и бергамутом духи незнакомка люксовый парфюм по цене не уступающий изысканным французским аналогом считался статусным презентом который вручали только по особенным случаям из очевидных преимуществ невероятный длинный шлейф и ошеломительная стойкость друзья что может быть лучше чем русский балет советские парфюмеры прекрасно знали ответ на этот вопрос а потому и создали одноименные и удивительные элегантные унточенное творение подобно движением балерины она завораживает и очаровывает бесповоротно влюбляет в себя духи сигнатур это болгарская туалетная вода от компании алый маг идеально отражавшая эпоху соответствующая актуальным тогда трендам и тенденциям она восхищала и удивляла у вас попросту не было шансов остаться равнодушной к этой дивной симфонии из весенних тюльпанов и островных мандаринов в шлейфе играли сладострастные ирисы друзья но не только для женщин советском союзе разрабатывалась и производилась парфюмерная продукция в большом количестве выпускались изысканные мужские ароматы довольно концентрированные и насыщенные они подчеркивали силу и смелость своего обладателя звучали резко звонко и уверенно композиция под названием карпаты созданная львовской парфюмерной фабрикой ее любили за благородный и чувственный запах идеально отражающий характер советского мужчины альфакторная пирамида была наполнена тягучими и обволакивающими древесными акцентами терпкими нотами и моховыми аккордами туалетная вода для мужчин под названием командор это творение латвийской фирмы дзинтарс выпускающийся весьма ограниченным тиражом она всегда собирала сумасшедшие очереди в дни продаж по воспоминаниям именно эти духи были главной мечтой большинства наших соотечественных среди нот и аккордов наиболее различимые базилики лаванды в шлейфе яркие сандаловые вставки парфюм для мужчин под названием кузнецкий мост это подлинная классика парфюмерного мира составленная в соответствии с традиционными правилами и канонами она раскрывалась по сложной трехступенчатой системе включая начальные средние и базовые ног первыми в игру вступали цитрусы и черные ягоды смородиново-грибфруктовом звучание проскакивали оттенки озорства и игривости далее раскрывалась мощная композиция сочного спелого ананаса в шлейфе переливались древесные и мускусные нюансы друзья и завершает наш обзор легендарный советский парфюм который находился в арсенале каждого уважающего себя мужчины все правильно это шипр согласно легенде он был создан франсуа коди как память о лучших днях проведенных на живописном острове шипр несмотря на то что отечественная версия несколько отличалась от оригинальной французской она все равно обладала многогранным послевкусием могла похвастаться головокружительной стойкостью и длинным шлейфом друзья интересный факт любимым одеколоном советских мужчин считался шипр созданный парижским парфюмером коте в 1917 году к нам он попал лишь в первой половине тридцатых в году тогда его применяли вместо лосьона после бритья уважаемые зрители если вы увидели в этом обзоре что-то знакомое какие-то знакомые флакончики которые может быть находятся у вас и которые достались вам от ваших предков не спешите выбрасывать их ведь на сегодняшний день коллекционеры данной тематики охотно приобретут такие подобные вещи для своих коллекций цены могут варьироваться от доллара и по большому счету до желания купить я рекомендую вам посетить тематические сайты форумы аукцион магазины чтобы прицениться и узнать какие цифры могут быть на ту или же иную позицию друзья если вам понравился этот обзор если эта информация принесет какую-то вам пользу я прошу поддержать мой проект лайком подпиской если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе уведомлений и обновлений на этом я буду заканчивать свой обзор с вами был роман парфюнек всего монета всего доброго друзья и